Девушки отдыхают Девушки отдыхают Кроткую юную девушку Ландыш играет актриса Ярославна Коваль. Признается, в свои 16 лет она не перестает удивляться ее сверстникам, которые смогли пережить страшные годы войны. Я очень много чего читала, смотрела, читала военные письма, чтобы понять эту боль тех девушек, которые не смогли дождаться. Спектакль «С любимыми не расставайтесь» по мотивам пьесы Ники Квиджинацзе «Ландыш и ромашка» переносит зрителей в нелегкое время встреч и расставаний, любви и потерь в годы Великой Отечественной войны. Режиссер Ольга Кобецкая признается, давно мечтала найти такую историю. Случайно в руки руководителя театра попала пьеса известного драматурга. Решение было принято молниеносно. Ну, вы знаете, это такое вот какое-то прозрение, в общем-то, в определенной степени. Правда, я очень трепетно отношусь к этой теме, и вот не было-не было материала. Я пьесы Ники знаю давным-давно, у него очень сильные, хорошие вещи, но все они не на военную тематику. И вот листая его книгу, подаренную мне в последний раз, я вот наткнулась на эти фронтовые письма. Это фронтовые письма, и казалось бы, наверное, там нет открытия какой-то Америки, ничего, наверное, такого сверхнового. Но очень хороший язык, очень какие-то точные эпитеты и образы внутренние. Я увидела это сразу. На сцене нет сложных декораций, все внимание приковано к актерам. У каждого своя история о войне. Погрузиться в атмосферу помогает музыка. А Куджава, Арбенина, Цой и Фадеев – современность, не дань моде, а связующее звено между прошлым и настоящим. На сцене эта тема, она очень осторожно мной осваивается, потому что я иду от внутреннего переживания героя. Вы услышите эту песню и поймете, это подготовка к бою, это сам бой, и это уход из боя в состоянии человека, который остался жив. Хотя этого не должно было стучиться, он должен был по 100% погибнуть. Вот эмоциональные накалы во время игры, он достигает такого пика, что там играть ничего не надо. Все происходит именно само собой. Спектакль с любимым «Не расставайтесь» занял достойное место в репертуаре Народного театра. Труппа уже побывала в Звенигороде, Брянске, Красногорске, Новозыпкове. На международном фестивале «Славянский перекресток» за эту работу режиссер вручили премию. Теперь покорили зрительские сердца и в Москве на сцене Музея Победы на Поклонной горе. «Стихает шум оваций и хочется вновь пережить жизнь четырех героев, которые смогли устоять в боях с врагом благодаря хрупкой девушке и ее письмам». Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...